Здравствуйте, друзья! Мы на канале Виноград и Сад на даче, но темой этого видео является рыбалка. И я хочу вам представить своего друга Виталия Пику, который является очень завятным спиннингистом. Он любит ловить ультралайтовой снастью, спиннинг, который относится к классу ультралайт. И вот это первое видео по этой теме. Здесь он сделает обзор, что необходимо для того, чтобы ловить ультралайтовой снастью. Какую грибу можно ловить и где ее можно ловить. Пожалуйста, Виталий. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, что такое ультралайт. Ультралайт – это спиннинговая снасть. Она ультра, то есть очень и лайт легкая. Это спиннинг с кастингом от нуля, ну, кто говорит до пяти, кто говорит до семи. Ну, я считаю, что от нуля и до семи граммов – это ультралайт. Чем отличается рыбалка ультралайта от большого спиннинга? Рыбалка ультралайтом отличается тем, что на ультралайт ты можешь ловить не только хищника, но и обыкновенную белую рыбу. Так как на него попадается и красноперка, кроме, скажем, головля, джериха, судака, щуки, окуня, попадается красноперка, густера. Даже верховодку ловят на ультралайт, на маленькие блесенки. Он имеет, так как и большой спиннинг, он имеет тоже разные строи. Строй бывает у него быстрый, очень быстрый и параболический. Также бывают для разного видоловли разные кончики на солькс и тубуляр. Один у меня спиннинг с тубуляром, второй джиговый, он солькс. То есть вставочка у него стоит, она более мягкая, чем сам спиннинг и кончик спиннинга был с тубуляром. То есть он преследует, я извиняюсь, разные типы ловли. На спиннинг, тот, который у нас с сольксом, со вставочкой, это обычно джиговый спиннинг. Так называемый микроджиг. Вот он и называется блюберт, блюберт и тут есть фаворит блюберт микроджиг род. Микроджиг род. То есть это спиннинг, которым ловят на джиг. Вот я вам могу показать приманочку. Рыбка силиконовая маленькая, это активная приманочка. И вот еще есть тут червячки, разные рачки. Это называется приманка пассивная. И вот для джиговой ловли у нас получается комель быстрого строя идет. А вставочка от этого, она мягенькая, чтобы было хорошо, передавалась информация от приманки по леске или по шнуру, передавалась на спиннинг. Для чего это нам нужно? Для того, что мы ведем приманку по дну. И на каждом подрыве, когда приманочка идет вверх и ложится потом на дно, у нас идет отдача на спиннинг. То есть кончик сигнализирует о том, что приманка лежит на дне. И мы так делаем ступенчатую проводочку и таким образом ловим рыбу. Что касается второго спиннинга, он более жесткий. Такой, ну скажем, фастовский строй у него. Он предназначен для воблеров. И для воблеров, для блесен, он в принципе и универсальный, потому как можно не манджиговать, но чувствительность его чуть ниже, чем он сам. Чтобы анимировать, ним надо делать, допустим, делайте равномерную проводку и подсвечивайте. То есть подергивайте палочкой, и чтобы она не проваливалась. Если брать эту палочку, тут кончик будет проваливаться, потому что он мягкий. Если брать эту палочку, она более жестче, и она будет лучше вести себя в твиче. Еще сейчас применяются поводки. Поводки раньше, скажем, были флюрокарбоновые, а сейчас, ну, они и раньше, и сейчас есть. В принципе, если вы ловите головля, то ловится он на флюр. Но если вы знаете, что может быть хищник, то сейчас уже изготавливают поводки, там, и с тросиков, скажем, плетеные, и просто проволочные поводки. Сейчас уже, скажем, на ультралайтовой снасти все есть в магазинах. Также делают люди сами, что умеют. Делают и блесны, делают и воблера, и все, что... Сейчас люди у нас делают все, что хотят. Сейчас занимаюсь, допустим, блесенками. Для меня, я последних, ну, года два, это точно, уже воблера забросил. Я сам изготавливаю блесны и ловлю на них. Скажем, и ловлю на эти блесны довольно-таки неплохо, не хуже, чем люди ловят на воблера, на силикон. В этом году у меня была одна такая, ну, и рыбалок было мало, скажем, там, я, может, раз 30-40 выезжал всего на реку. Был один хороший такой запоминающийся лов, это был жерех двухкилограммовый. Ребята, это... Рассказать это ничего. Это надо прочувствовать, когда ты на этой палочке, на этом шнуре 6ЛБшном, держишь такую рыбу, и ты понимаешь, что у вас 50 на 50, тут нету 90 на 80, у вас 50 на 50, потому что рыба, ну, скажем, соответствует вашему спингу, по крайней, ну, по верхней бровке, скажем так. Дальше уже все. И вот для того, чтобы выводить такую рыбу, должна быть катушечка легенькая, упористая и с хорошо отлаженным фрикционом. Он должен, вы должны понимать то, что при вываживании крупной рыбы на ультралате, фрикцион это, ну, самое, что ни на есть необходимое. И он должен быть, насколько нежным, настолько чувствовать шнур, а шнур должен чувствовать его, а вы должны чувствовать и то, и это, чтобы выводить большую рыбу. Все вываживается, но всегда, как говорят, ломает спиннинг не рыба, ломает спиннинг рыбак. Вот для того, чтобы не поломать спиннинг, у вас должна быть хорошая катушечка. Желательно, чтобы была шпуля неглубокая, мелкая шпуля и хороший фрикциончик. С фрикционом вы уже регулируете, ну, я обычно подвожу, допустим, если, скажем, разрыв там 2,8 кг на разрыв, шнур или флюр, то тогда, ну, я, допустим, пробую как, беру рукой, так подергал, подергал, раз, ну, разрывал, разрывался шнур, беру чуть-чуть меньше фрикцион ставлю и так подергиваю, подергиваю, подергиваешь, чувствуешь, вот, его предел. Чуть-чуть назад отпустил, и вы уже знаете, что когда большая рыба возьмет, она все равно будет вымаривать, так как фрикцион просто так не спускается, все равно он делает упор, все равно он выполняет свою функцию, рыба далеко не уйдет, она раз рванет, второй раз рванет, а потом она все равно устает, все равно вы ее подвозите к себе и все равно вы ее достаете. И чтобы вот это все пережить, скажем так, поймать только дреналин и поймать большую рыбу, должна быть хорошая катушечка. Ну, рекламой заниматься не будем, она обычно двухтысячка, ну, кто тысячкой ловит, я ловлю двухтысячка, мне больше нравится, с мелкой шпулей и с хорошим фрикционом. Второе, что еще хочу сказать, значит, обычно ловят, ловят или на шнур, или на нафил, или леска. Я ловлю в основном на шнур, ловил на нанофил, на нанофил хорошо ловить, но отход большой, в рыбалку половил, два-три метра выкидаешь, в результате я взял 100 метров на нафила, порыбачил, ну, тогда активно рыбачил, порыбачил два месяца, он у меня, грубо говоря, закончился. Хотя, для вылета, блесны, воблера, на нафил намного лучше, далеко намного дальше летит, чем шнур. Еще используется шлюрокарбоновый поводок. Вот он у меня тут, на это самое. Если вы работаете по окуню, хватает 50-60 сантиметров, если вы работаете по головлю, ну, я работаю от метра, метр-полтора, могу даже два поставить, хуже не будет, однозначно. Ну, и у вас будет больше шансов поймать головля. Все-таки головля, он ориентируется на зрение, не только на слуховые, там, свои эти самые качества, а он, в основном, работает по зрению. Если вы на головля идете, значит, надо поводочек ставить больше. Что еще хотел бы рассказать? Про строя вам рассказал, про катушку рассказал. Ну, уже, допустим, проводки и все остальное уже будем на реке. Уже у нас сейчас зима, ну, уже скоро будет, я так думаю, весна. Весной выйдем, я вам на реке покажу типы проводок, покажу, чем там, ровную проводку для блесны, для твичевую проводку для воблера, джиговую проводочку для силикона. Ну, хотя я вам скажу, что блесна тоже и твичится, и так же самое ее можно пустить на дно, и поддергивать, и на это самое. То есть, надо пробовать все. Все типы проводок надо пробовать на всем, скажем так. Как говорил один знакомый, пути Господни неисповедимы. И на что мы поймаем сегодня, это вопрос, скажем так. Ну, когда вы найдете ключик к этому вопросу, значит, вы будете за нас рыбой. На этом, я думаю, пока все, закончим. Я хочу поблагодарить за внимание. Я думаю, что летом мы будем почаще снимать фильмы, будем рассказывать об особенностях рыбалки, об особенностях головлиной рыбалки, об особенностях окуневой рыбалки и так далее. Ну, а пока, до свидания, до новых встреч. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание. Придет весна, откроются реки, вот, и мы вам покажем целый ряд фильмов о том, как ловить на Ультралайт. Ну, а пока, спасибо. Спасибо вам, что пригласили. До свидания, до встречи в следующих видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok